Очень такая приятная обратная связь по бесплатному марафону. Очень много написали личных сообщений, и прям тронуло интересно. Бесплатный марафон, какие-то, скажем так, несколько уроков, видеоуроков. Я их записала, потому что очень частые вопросы, которые приходили в директ. И сегодня утром очень порадовало сообщение от девушки, которая говорит, «Вы знаете, я посмотрела, и оказывается, что просто ждать, когда тебе кто-то возьмёт и принесёт цветы, бесполезно, а главное, беспощадно по отношению к себе и к своему партнёру. Потому что кроме злости это ничего не вызовет. Нет ничего больнее несбывшихся ожиданий». Когда мы ждём, что должно быть так, а реальность показывает совершенно другую картину, то становится очень неприятно и больно. Это вызывает внутреннее напряжение. И что мы с этим напряжением делаем? Мы идём и делимся им с нашими близкими, родными, самыми близкими людьми. И часто, прося по сути любви, то есть «прими меня, полюби меня, дай мне обратную связь, ты мне важен, ты мне важна», мы начинаем кидаться на наших родных и близких, кусаться, агрессивничать. И тем самым оттягиваем, по сути, портим отношения. То есть в попытке улучшить отношения мы делаем всё, чтобы эта попытка не состоялась. И такое простое, скажем так, несложное правило «просто подойди и скажи». Ну скажи ещё и правильно, изъяв сообщение, что мне важно. И вы видите, что девушка написала «муж, понял». Ну по-мужски, понятно, такая мужская логика «услышал». А так можно было долго и нудно биться головой об стену, рассказывать, доказывать, обижаться. 40% написали, что обижаются и не разговаривают. Вы представляете? Ну то есть как другой человек может понять, что у вас внутри, чего вам хочется, какие у вас есть желания. То есть мы, по сути, пытаемся сами читать чужие мысли и учим наших родных и близких читать наши мысли. По сути, тому, как мы делаем себя страдающими, то есть мы не можем изменить реальность, но мы можем научиться реагировать на эту реальность совершенно по-другому. Мы можем на эту реальность как-то влиять, что-то делать так, чтобы получать тот результат, который мы хотим. То есть, по сути, проблемно ориентированно. Ты чего хочешь? Цветов? Так зачем ты нам ужариваешь? Или чего ты молчишь? Ты хочешь цветов? Обозначь это. Ты хочешь, чтобы они нарушали твои границы? Скажи об этом. Скажи об этом несколько раз. Дальше обрати внимание, с кем ты общаешься. Слышит ли тебя человек? Ведь эта обратная связь тоже важна. Потому что когда ты говоришь «я хочу цветы», вот пример девушки. «Дорогой, мне бы хотелось цветы, чтобы понять, что я для тебя важна. Для меня это знак». Вот в данный случай мы видим, что ответ был «понял» и наверняка принёс сегодня вечером, я очень надеюсь, что принёс своей дорогой жене цветы. Либо второй знак «зачем? Почему?». Либо понял, но не принёс. Ни сегодня, ну может быть не успел сегодня, так бывает. Ни завтра, ни через неделю. Это тоже знак. И тогда чего ж ты просишь у безногого кросс бежать? То есть не принесёт он тебе цветы. А дальше, если тебе надо принести лекарство, то там тоже не факт. Поэтому важно понимать, как мы взаимодействуем, что мы кривым способом пытаемся построить какую-то ровную модель. Так не получится. Поэтому вот порадовали такие сообщения. Не всё могу, конечно, выложить. Есть такие сообщения достаточно более личного характера, но вот какие-то вещи. Вопросами, скажем так, мышления и того, почему я, например, делаю так или не делаю вот так. Почему я не могу сказать «нет». Потому что сегодня очень много мудрецов, которые рассказывают «давайте, вот, бери и делай». Ну ничего себе, бери и делай. Это достаточно сложно. То есть ты идёшь через какие-то свои сопротивления, через какие-то свои ограничивающие установки. То есть очень важно понять первым этапом, что у меня «вау, так у меня вот такое вот, у меня наводится, да, то есть я должна быть сильной, и я не говорю о том, что мне нужна помощь, мне нужно просто сочувствие, мне нужно, чтобы кто-то поддержал, мне нужны сейчас твои какие-то слова тёплые, важные. Или, например, я не хочу за кого-то что-то делать на работе, но делаю, потому что я же должна быть всем хорошей, ну прям всем, а боять всех, чтобы ни один не уполз неочарованный мной. Потому что иначе они от меня отвернутся, я стану изгоем, я делаю что-то, что я не хочу делать почему-то. И это более, так скажем, такой многослойный пирог, да, скажем, мышление, это не такая плоская модель, как нам кажется, что те 3,5 мыслей, которые мы замечаем в нашей голове, это всё. Очень много автоматических мыслей, которые проносятся мгновенно, они звучат в нашей голове, нашим голосом на протяжении всей нашей жизни. И к ним нет критики, потому что, ну так говорила моя мама, так говорила моя бабушка, так говорю сама, я себе всю свою жизнь, сколько я себя помню. И, конечно, у меня нет сомнений, что это не так. Я помню, когда-то давным-давно я говорила фразу, ну вот так должно, ну вот так вот должно быть. И на вопрос, почему я так решила, я говорю, ну так все делают. И я помню такой, знаете, сократический вопрос, вопрос, на который ответа у меня не было. А кто эти все? То есть это все значимые люди в моей жизни. И хочется спросить, а они настолько счастливы, они настолько удачно прожили жизнь, что можно брать это как за пример, то есть брать с них пример того, как себя нужно вести. Неужели они достигли такого успеха, такого дзена и такой нирваны, что они могут быть нам учителями? И мы видим по нашим родителям, что они сами ошибаются, они делали сами ошибки. Ну, маме же виднее, говорит, почему ей виднее, откуда ей виднее. Иногда, если дочь хорошо разовьется, то виднее намного тому, кто, в общем-то, хорошо понимает, что с этой жизнью. Ладно, спасибо, да, спасибо за новую жизнь. Потому что многие приходят с симптомом и говорят, а можно мне вот как было до невроза? Вот можно меня вот так вот? Можно как вот до начала симптомов? Нет, так не получится. Потому что именно такое мышление и привело вас к неврозу. Именно такой стиль мышления и привёл вас к тому, что вы имеете. Это всё следствие. И я считаю, что я своему неврозу очень благодарна. И я считаю, что если тело всегда подскажет, на уровне тела становится понятно, тело подсказка, и если я так перенапрягаю своё тело, что оно уже начинает сдавать такой психосоматически, какими-то сбоями, не знаю, там, тахикардии, паническими атаками, головными болями, синдром раздражённого кишечника, это я уже так сильно перевозбудила свою нервную систему, то стоит разбираться, где же я так наступаю на эти грабли, что симптом прилетает по голове. А наступаю я в мышлении, в своих автоматических мыслях, в промежуточных установках, главное, в глубинных убеждениях, что я во что-то верю. Мне с детства сказали, что я вот такая, иначе другую меня не примут, от меня отвернутся. У каждого это своя история. Кто-то должен быть сильным, кто-то должен быть умным, кто-то вообще идеальным, кто-то всем нравится, всем удобно, что в принципе невозможно. И отсюда начинается, так скажем, проживание не своей жизни, проживание того, что вообще происходит, непонятно со мной ли это, вообще моя ли это жизнь, мои ли это желания. В какой-то момент человек вообще теряет возможность понимать, что он хочет и что он должен. Вообще не понимает, я это хочу или это надо. Наверное, надо. А когда надо, это напряжение. И тем, кого шандарахнул невроз, даёт возможность в какой-то момент изменить своё мышление, то есть пересмотреть вот те установки, мыслительные, скажем так, фильтры, сделать такое техобслуживание своему головному мозгу, понять про себя, что я вот тут вот так вот выношу себе мозг. Вова, спасибо. Олечка Ван Лав, спасибо большое, вы лучше. Вова, ну, первая группа, это ж то, что между нами было в первой группе, это неповторяемое. Поэтому очень важно разобраться с этим, не просто сделайте это за меня или измените это. Тут важно понять, что мы сами это создаём с собой, это наша ответственность. Конечно, это не Венера в пятом доме, не ретроградный Меркурий. У меня болит голова, потому что на погоду. Вы шутите? Погода меняется, у вас же сосуды не как стальные трубы. Они эластичны, они меняются, они подыгрывают. Ну, не без того, что мы можем как-то реагировать, но не так сильно. О, пошли вопросы. Всё время нужно пересматривать установки. Ну, вот уже есть, видите, даже здесь две установки. Всё время и нужно. То есть, нужно синоним должна. Всё время у вас просто по определению не получится и не нужно. То есть, зачем вы… То есть, я должна всё время, видите, у вас уже в вопросе, может быть, это не вопрос утверждения, у вас уже два когнитивных негативных фильтра, что вы что-то кому-то должны, может быть, себе, может быть, мне, может быть, каким-то другим людям. И ещё и всё время, что является непосильной ношей. Нет, не всё время. Нужно какое-то время. Нужно просто над этим этим заморочиться этим заняться и с этим работать в какое-то определенное время своей жизни если вам хочется получить какой-то результат то есть ну как то так поэтому если есть вопросы задавайте я вот голосом отвечу потому что директ завален я даже боюсь туда заходить вот все таки когда вы лучше пишите либо под постами для того чтобы большее количество людей я на самом деле стараюсь отвечать чтобы большее количество людей могли воспользоваться этой информацией либо прямые эфиры это та возможность задать те вопросы наболевшие может быть даже не по теме что у вас есть сегодня мы начинаем уже начали у нас уже был база базовый вводный зум но такая техническая часть я обычно с этого всегда начинаю со знакомства с как это будет все происходить интенсив измени мышления четвертый поток чему я очень рада первые три потока показали очень крутые правда крутые результаты и вы видите видео отзывы то есть люди которые у которых не включалась кнопочка в зуме видео я уже про микрофон вообще молчу эти надо тревожные люди записать себя на видео и понимать что тебя выложат и будет много-много просмотров то есть насколько надо получить классный результат что чтобы вот пойти на это и в знак благодарности записать свой видео отзыв поэтому действительно это важно и это работает ну ты на такую тему я вам не отвечу то есть давайте вот сейчас кто замужем кто не замужем личную жизнь в прямом эфире точно устраивать не будем я про все-таки вопросы психотерапевтического плана как проработать хорошесть но прийти ко мне в интенсив измени мышление и там понять что такое ну что что ваша хорошесть она вам для чего-то нужна например я должен быть всем хорошим для того чтобы меня любили принимали иначе эти все люди отползут отвернуться от меня и нафиг и никому не буду нужен поэтому поэтому я буду стараться держать фасад напрягаться быть всем хорошим ставить перед собой невыполнимую задачу потому что ну реально жизни такова мы кому-то нравимся кому-то не нравимся а большинству мы вообще нейтральны и поэтому если мы будем жить с идеей я должна нравиться кому-то то я буду жить долженствование я не буду жить в том где в том состоянии в котором я по сути хочу находиться да то есть я хочу вот это делать или хочу вот это поэтому хорошесть прорабатывается это если к вам кажется за одну сессию нет вот четыре недели интенсива как раз дает возможность понять что то что почему у вас вообще хорошесть зачем вы ее используете и что то не полезная стратегия что вам ее не нужно использовать а главное следующий этап что делать чтобы работать с этой прорабатывать эту хорошесть ну там конкретные домашние задания обратно связь телеграм-канале все подконтрольно но главное ваше участие потому что если ничего не делать то ничего меняться не будет сейчас пишут что коронавирус мутировал вызывая панические атаки люди начинают себе наносить увечья ваше мнение ой но это совсем вы конечно накрутили посмотрите в газете правда никогда не было правды в газете извести никогда не было известия включая новости вряд ли вам ну вы нальетесь на такие новости на планете сегодня все прекрасно мир стал прекрасен и безопасен кто будет эти новости смотреть а кто будет в этот момент продавать рекламу ну конечно никто поэтому мы включаем сплетни интриги расследования новости коронавирус мутировал прячьтесь заползайте за плинтус он уже начинает вызывать панические атаки я не видела ни одних панических атак которые вызваны коронавируса вот поверьте это может быть совпадение это может быть финальной точкой как бы в последнюю но в последнем скажем так последней капли в чашке но панические атаки это проблема это скажем так проблема я концепции внутренних каких-то установок это на собирательный это накопительный образ паническая так она может быть один раз я вот если не лень подлистайте прошлое лето описывала историю врать своего почему он стала врачом как стала врачом я описывала то что у меня перед первым вступительным экзаменом в медицинский институт у меня случилось прямо утром паническая атака и это неудивительно но я не не стала паникером я по совершенно четко понимала что почему у меня это паническая так она была классическая то что это паническая атака я поняла только став психотерапевтом вот но вспомнив этот случай я поняла что я не привязалась к нему потому что мне не было страха что со мной какая-то страшная болезнь почему вдруг у меня там стучит сердце как-то ватные ноги я помню что я так за стены держалась на так дурно было но я понимала что это из-за экзамен и уже на второй экзамен вышла легче на третье уже совсем молодцом вот но если бы я в тот момент подумала что я инвалид нулевые группы значит не несчастье как вот которая и вряд ли со своим бренным тельцем доедет до медицинского института а уж тем более там ее разорвет на хомячки и экзамен она не напишет то конечно у меня панические атаки просто стали в моим вечными спутниками от ожидания этих панических атак поэтому коронавирус мутировал панические атаки вызывает не он а страх вокруг коронавируса то есть мы живем в условиях неопределенности а кто проходил интенсив победить тревогу он знает что главная почва генерализованного тревожного расстройства панического расстройства это хроническая скажем так попытка найти гарантии дайте мне гарантии что я не умру столько дайте мне гарантии всего мы не люди не умеют жить в неопределенности неопределенность вызывает тревогу коронавирус вызывает неопределенность мир поменялся мы не понимаем тут уже мутировал мы к тому еле вообще адаптировались какие-то уже прививки понаделали уже даже переболели кто-то кого-то даже похоронил и страшно то есть в целом ну то есть как бы я даже фильм вот недавно смотрела у меня возник вопрос почему не без масок ну вот понимаете насколько мозг вообще перестроился поэтому от коронавируса не будет панических атак будет будут панические атаки от ваших мыслей о том насколько опасен коронавирус о том к чему может привести заражение мутированным коронавирусом я надеюсь что я на ваш вопрос ответила из-за невроза стало еще больше сомнений плюс с мужем тяжелый период уже давно сейчас не живем вместе запуталась с чего начать куда двигаться как работать над собой и меньше думать о мужа но вы так на такой вопрос задали что тут на часовую сессию заниматься я вам просто отвечу такой объемный вопрос заниматься когнитивно-поведенческой психотерапией разбираться почему с мужем тяжело почему не живем жить ли хочу ли я куда двигаться дальше приходите в интенсив мы будем разбираться но тут стало больше сомнений то знаете как если сомневаешься не делай сиделаешь не сомневайся то есть вы хотите жить сомнениях и хотите быть без тревоги так не будет то есть вы либо принимайте какие-то решения но для того чтобы их принимать надо четко понимать какие-то систему координат буйки и так далее как от как отвечать когда нарушают твои границы есть ли скромный и знаешь что что тебя потом можно ну видимо я поняла ваш вопрос ну это тоже момент проработки то есть сразу во-первых отстать от себя что ты сейчас сразу выстроишь вокруг себя бастилию такую крепость все офигеют отползут и поймут у нее есть границы тут не лазить не надо такого тоже не будет это будет постепенно вы наверняка знаете людей кому-то можно позвонить вечером в любое время в 11 и вопросов не будет а кому-то ты начинаешь смотреть так 2105 ладно уже завтра то шучка есть границы то есть есть границы того что пересекать нельзя невидимая часть нас ну во-первых нарушаются границы по-разному кто-то дает вам оценку ты поправилась и решит ты сегодня важно выглядишь или как-то ты не смешно шутишь но можно вернуть назад что когда мне понадобится ваше мнение я обязательно его узнаю можно ответить еще жестче спросить что а вы такого успеха добились жизни ну когда вот мне-то приорителю советами лезут я могу сказать совет свой себе посоветую или ой спасибо за советного как-то вы знаете честно говоря не помню когда я задавала вам вопрос чтобы вы мне на него отвечали поэтому здесь просто обозначает что сюда них сюда ходи сюда не ходи и это постепенно натренировывается это мы тоже проходим и делаем в интенсиве за четыре недели можно проработать границы с родителями вы можете научиться этому навыку понимаете как вы за четыре недели хотите выучить китайский язык или английский так не получится но вы получите четыре недели за четыре недели удочку которой вы сможете словить весь океан рыбы нет конечно но вы можете ее ловить на кого на протяжении какого-то времени я даже вас обманывать не буду граница с родителями это одна из самых сложных частей потому что именно родители вот если бы прошли мой интенсив вы поняли что такое я концепция как она формируется кем родителями значимыми людьми в нашей жизни именно потому что у вас есть некоторая схема которую мы изучаем и по каждый получает свою на прохождение на протяжении интенсива именно благодаря тому что эта схема как-то сформировалась очень важно понять что делать как делать по-другому и это не простой процесс потому что удар по я концепции от того человека который ее создавал он самый болезненный легче прорабатывать сначала с друзьями мы идем от простого к сложному мы не идем сразу из первого в десятый класс потому что но это бесполезный беспощадный смысл но попробовать от простого к сложному маленькими шагами но прорабатывать с родителями я вам скажу сразу это ну год это хорошие интенсивные работы и у вас будет результат это если вы получите навыки и будете их продолжать делать то есть это не вот так вот дайте пришел и как пластический хирург там раз и грудь появилась нет так не бывает поэтому тут работа 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 да так как не принимать все близко к сердцу негативные новости даже мимолетно услышанные выбивает из калии вплоть до бессонницы ограждать себя от новостей или можно научиться реагировать без эмоций о хороший вопрос все человек берет близко к сердцу негативные новости не слушать ну вы не можете изолировать себя то есть это по сути такая реакция избегания тут как бы такая тоже тонкая грань между тем что избегая но я например фильм ужасов не смотрю они мне не приносят удовольствие я новости не смотрю они мне не интересны я узнаю вот мне некогда я читаю слушаю книги лекции ну то есть меня другое увлекает но не потому что если я услышу в новостях что что-то случилось я это приму близко к сердцу поэтому если вы будете себя ограждать вы будете подтверждать своему мозгу что то что вы слышите новостях каких-то плохих что-то мега опасно это что-то страшное что-то такое и в это пережить не можете бессонница говорит о том что ваша нервная система уже мощно перебой перевозбуждена и ночью мозг пытается найти решение на те слова на на те переживания которые вы услышали мимолетно научиться реагировать можно но не без эмоций мы не можем то есть жизнь это умение эмоционировать разными эмоциями разным спектром но не застревать допустим негативных но важнее когда у вас радость наступает вы не начинаете господи какую технику применить чтобы радость ушла нет вы проживаете вы понимаете эмоции имеет начало середину и конец уходит также происходит с тревогой также происходит со страхом с обидой с виной с гневом то есть мы просто их не умеем проживать и мы пытаемся стать роботами реагировать без эмоций это нереально живому человеку невозможно мы тревожимся мы обижаемся мы виним себя просто можно винить себя пять минут можно тревожиться пять минут а можно тревожиться целый день а можно две недели обижаться но это же разница есть поэтому задача научиться понимать как ты делаешь с собой свои эмоции какая расплата за такие мысли не только эмоциями но еще и реакциями тела и поведение что я ссорю со своими близкими я кричу на своих детей я реагирую эмоционирую я не иду на какую-то работу устраиваться потому что у меня есть мысли что я никчемная это незначимая как это глупая я сейчас все увидят спасать летит и все она мне поэтому можно научиться реагировать по-другому можно научиться не застревать в негативных эмоциях негативные эмоции как я говорю это как заехали в тоннель и выключены такой длинный в горах и выключили двигатель в темноте а сзади несется автомобиль но застревать не стоит потому что будет такая авария выбросить так будет еще больнее поэтому тут лучше разбираться как я их с собой делал какими мыслями все ли мои мысли верны иногда бывает мы вообще страдаем от того чего нету и часто страдаем от того чего нету но бывают объективные ситуации когда действительно больно когда действительно обидно предательство ну как я не реагирую мне все равно зачем это же не правда или да давай делать вид это не вообще это не не тоже не про жизнь это не про проживание чего-то мы можем плакать но можно плакать 15 минут а можно плакать две недели а можно плакать год а можно вообще в плату превратиться поэтому конечно научиться реагировать по-другому научиться он тут уже у нас эксперты можно ограждать себя да зачем таблетки не пугаете таблетки не нужны вот юля пишет олечка спасибо за интенсивы никогда не думала бы не подумала бы что это так здорово работать в группе поддержка мотивация обратная связь мега полезно спасибо за все обнимаю крепко юлечка спасибо вам за обратную связь новые трудяшка потому что вы включились с первого дня поэтому вот есть как есть и такой результат волшебные таблетки не существует только работа над собой да и осознание то есть какой-то волшебной таблетки техники точно нет вопросы есть пишите если вопросов нет ну в общем то хотелось донести до вас что вы молодцы спасибо что посмотрели спасибо что делитесь обратной связью для меня это важно это такой знак что стоит это делать значит это ценно кому-то если знаете вы спасли хотя бы одного человека то вы уже помогли этому миру поэтому мне очень приятно что вы пишете что вы делитесь для тех у кого есть желание получить инструкцию к своему навороченному компьютеру который выдали и забыли приложить к нему инструкцию приходите сегодня первый день я не веду это регулярно потому что я в этом участвую сама и за это болею это моего такое родное я сама виду зумы у вас есть возможность зуме прямым текстом спросить меня а я отвечу о мои дорогие да это очень ценно это ребята которые уже прошли и видите им ценно как повзрослеть приходите в интенсив повзрослеете дадим возможность как записаться напишите мне в дирекцию номер телефона и напишите хочу в интенсив и с вами свяжемся если вы хотите спросить полезно ли это я вам скажу да знаете если ты несчастный какая разница если ты выносишь себе мозг какая разница в какой обуви и какая она тебе надета одежда ты вот этого счастливее не станешь это действительно инвестиция в себя возможность получить другое качество жизни стать действительно счастливым человеком потому что вы попадете в состоянии не до невроза состояние свободы выбора свободы дышать той полной грудью которой вы можете это делать и это не так сложно это не так сложно как иногда кажется медитацию напишите тоже мне лично есть моя медитация бонусная которая после бесплатного марафона победи тревогу вы можете скачать напишите мне в директ и вам помогут это сделать потому что медитация записана моим голосом мной она только ну как бы аналога нет она не то есть по ее не найдете нигде да на релакс именно на релакс слушайте вы медитацию на ней на ней релакс вы сами делаете так регулярно что тут бы знаете забыты что ты умеешь делать как я могу копать а что еще будет я могу не копать так вот не копать вы не умеете поэтому если у вас есть желание и если вы готовы работать над собой чтобы получить качественное и гармоничное отношение к самому себе экологично относиться к родным близким уметь выстраивать свои границы понимает вообще что это моя жизнь не ни один день моей жизни никто не вернет то приходите приходите вот у вас есть уникальная возможность потому что сейчас когда когда закончился интенсив победи тревогу многие пишут ой когда новый вот где вы были месяц назад да ну по большому счету если есть желание приходите я рядом моя команда тоже и мы вам поможем приобрести качественную счастливую жизнь понимая свои желания потребности ценности и тогда жизнь заиграет совершенно другими красками все вопросов нет люблю целую и на связи